Здравствуйте, уважаемые студенты. Разрешите представить вам материалы к массовому открытому курсу по дисциплине «Модификаторы и отходы промышленности в производстве бетонных и керамических материалов». Данный МОК разработан для образовательной программы «Производство строительных материалов изделий и конструкций». На сегодняшний день тема нашей лекции «Проблема промышленных отходов и их классификация и материалы из отходов топливно-энергической промышленности». Данный материал подготовил доцент кандидата технических наук Сюрова Роза Фаиковна. Сегодня у нас по плану изучение следующих глав «Проблема промышленных отходов, классификация промышленных отходов, обезвреживание токсичных отходов при производстве цемента, общая характеристика отходов, отходы, добыча и обогащение угля, продукты обжига, слоушлаковые отходы и шлаки. Целью данной лекции является ознакомление студентов с существующей проблемой промышленных отходов, а также изучение классификации промышленных отходов и изучение различных способов обезвреживания токсичных отходов при производстве строительных материалов. Проблема промышленных отходов Отходами называются продукты деятельности человека в быту, на транспорте, в промышленности, неиспользуемые непосредственно в местах своего образования, которые могут быть реально или потенциально использованы как сырье в других отраслях хозяйства или в ходе их переработки. Отходами производства являются остатки материалов, сырья, полуфабрикатах, образовавшихся в процессе изготовления продукции и утратившие полностью или частично свои полезные физические свойства. Отходами производства могут считаться продукты, образовавшиеся в результате физико-химической переработки сырья, добычи и обогащения полезных ископаемых, получение которых не является целью данного производства. Отходы потребления – это непригодные для дальнейшего использования по прямому назначению, исписанные в установленном порядке машины, инструменты и бытовые изделия. На данном слайде представлены утилизованные отходы промышленности. При производстве продукции в нее переходит около 10% исходного сырья и материалов. Общая полезная степень использования отопываемых материалов составляет примерно 30%. Оценивая значение использования отходов с точки зрения рационального природопользования, следует иметь в виду, что в структуре производственных затрат в нашей стране определяющими являются затраты на сырье, топливо и материалы. В общем, у него общественного продукта эти затраты составляют около 60%. Исключительно пагубное влияние отходов на окружающую среду вызывает всеобщую озабоченность. В данном слайде представлены пленка из экскрутируемого полиэтилена. Перейдем к изучению классификации отходов. Промышленные отходы разделяются по своему состоянию на газообразные, твердые и жидкие. По своему агрегатному состоянию на газообразные, твердые и жидкие. К газообразным промышленным отходам можно отнести отходящие газы и дымы. К твердым промышленным отходам можно отнести пыль, агарки и остатки. К жидким это водные растворы и шламы и неводные растворы и шламы. Опасные отходы – это отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами или содержащие возбудитель инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами. Отходы под производство и потребление, которые образуются в народном хозяйстве, являются вторичными материальными ресурсами. Вторичные материальные ресурсы – это еще не вторичное сырье. А вторичное сырье, в свою очередь, определяется как вторичные материальные ресурсы, которые в настоящее время могут повторно использоваться в народном хозяйстве, то есть имеются технические и экономические предпосылки для этого. Вторичные материалы, для использования которых в настоящее время условий пока нет, относятся к неиспользуемым отходам. На данном соде представлен шелкоотвал номерный. Данный отход относится к отходам металлургического производства. Промышленные отходы – это твердые отходы, полученные в результате жизнедеятельности, производства, неиспользуемые остатки сырья, возникающие в ходе технологических процессов. Отходы, неиспользуемые в рамках данного производства, но применяемые в других производствах, являются вторичным сырьем. Строительные отходы образуются в результате строительно-монтажных работ, ремонта зданий, сооружений, дорожной инфраструктуры, а также при их сносе. Отходы потребления образуются в промышленности и в биту. Твердые бытовые отходы образуются в жилом секторе, предприятиях торговли, административных зданиях, учреждениях, конторах, школьных и учебных заведениях, а также культурно-спортивных учреждениях, железнодорожных и автовокзалах, аэропортах, точных портах. Кроме того, к ним относятся крупногабаритные отходы, дорожный и дворовой мусор. По агрегатному состоянию, как мы говорили ранее, отходы бывают твердые, жидкие, коррозообразные, но также отходы делятся по классу опасности для окружающей среды. Существует пять классов опасности. К первому классу относятся чрезвычайно опасные, второй класс – это высокоопасные, третий класс – умеренно опасные, четвертый класс – малоопасные, и конечный, пятый класс – это практически неопасные отходы. Далее мы с вами ознакомимся, начнем ознакомление с золами и шлаками, как отходы. Среди промышленных отходов одно из первых мест по объемам занимают золы и шлаки отжигание твердых видов топлива, таких как уголь, горючие сланцы и торф. На тепловых электрических станциях золами называют остатки отжигания твердого топлива, размер частиц золы менее 0,14 мм, а более крутые зерна можно отнести к шлаковому песку и щебню. По виду сжигаемого топлива золу можно подразделить на угольные, сланцевые и торфяные, а в зависимости от модуля основности золы, как и шлаки, золы бывают кислые и основные. По обожженному побочные промышленные продукты можно классифицировать следующим образом. А. Это продукты, не утратившие природных свойств. Б. Искусственные продукты, полученные в результате глубоких физико-химических процессов. И В. Это продукты, образовавшиеся при длительном хранении в отвалах. На сегодняшний день мы с вами ознакомились с тем, что же такое отходы, какие классы отходов существуют по опасности, а также как классифицируются отходы по агрегатному состоянию и начали с вами ознакомление с золами и шлаками. Субтитры создавал DimaTorzok